о парни здорово добро пожаловать и это рум-тура моей комнаты дело в том что я недавно делал пост в ютубчике и просил все же собрать 3 лайка и в итоге там набралось почти 2к я думаю ну рум-тура не избежать кстати эта комната еще не закончена поэтому если вдруг у вас есть какие-то предложения потому что можно повесить поставить и так далее то обязательно пишите в комментариях как вы поняли я переехал и поэтому меня не было целую неделю потому что я все перевозил готовился соображал и тому подобное начнем наверно с левой стороны дело в том что я завелся новым стеллажом он выглядит как мне очень потрясно брал его кстати в икее и давно о нем мечтал потому что хотел чтобы как раз те было почти вот так да конечно здесь почти ничего не разобрано здесь должны быть другие фигурки как-то нужно более сбалансированно состоять но так или иначе мне кажется выглядит прикольно конечно стеллаж по качеству такой себе сразу говорю потому что он пустой как будто вот слушайте но смотрится так или иначе он стильно в итоге здесь я поставил два геймпазика здесь у меня стоит лампа кстати для лампы я купил батарейки ее заказал на али прикольно смотрится меняет цвета ну в принципе те кто ходит на стрим они видели чё и как ну короче есть кто-то хотел рекомендую здесь я решил посвятить зоне гирзу фор потому что безумно люблю эту серию и у меня много всяких приколюх есть типа фигурки книга коллекционные здания и геймпад но геймпад у меня к сожалению в этой комнате нет потому что я оставил его брату поскольку у него ну нету второго геймпада и вдруг к нему придут друзья и поиграть короче ему оставил здесь я пока вообще никак не заполонил я поставил сегодня фигурки для массы чтобы ящики не стояли просто и вот так забил также по сути коробками 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 и всякой всячины который поместил вот такие стела как стеллажики должны за короче маленький коробочек то что если вы увидите там там такой срач просто жесть на этот силаж я не мог с собой не взять потому что его просто обожаю ибо он выполнен в черно-зеленом цвете его брал по моим прошлом году и он я от него безума и в итоге его взял короче к сожалению он опустел потому что всякая всячина отсюда переехала сюда но я думаю что с течением временем я забью его чем-нибудь вообще я понял что этот игровой стеллаж мне нужен наверно больше сейчас для работы то есть я положу сюда камеру еще одну камеру тут будут наушники и всякие сечины которые мне пригодятся наверно для работы и причем еще пойдемте вещь скажу здесь очень много всякого срача здесь какой-то скотч поставка для кимпада много юзи личников вот здесь у меня попытка типа куда в двадцать первом году без попытки решил в итоге у меня тоже есть bluetooth для 360 бокса короче на самом деле таких ящиков у меня просто всякая дичь которую я не хочу выбрасывать и в то же время не хочу ну куда-то сбагровать типа в сарай и так далее потому что а вдруг мне это когда-то пригодится я люблю такую хрень складировать я понимаю что те кто у меня дома против этого к сожалению но увы здесь кстати почти незаметно но здесь стоят коробочки такие вот коробочки от клавиатуры там всякая всячина роутер кстати я купил новый роутер от ausus потому что тут стало глючить плюс как бы надо было второй роутер вот и вот эта вот штука в которой есть кое-что ценное именно для меня есть кто-то угадает что там ну поставлю лайк вот так вот сделаю также я очень надеюсь что на одном из этих стеллажей либо вот здесь и вот здесь все-таки когда-нибудь будет серебряная youtube кнопка я не знаю как вы но я капец как не стремлюсь я очень надеюсь что когда-нибудь и все-таки достигну а в этой стороне к сожалению ничего нет но был вот этот игровой стеллаж кстати чего рассказать почему его переставил дело в том что когда я вообще планировал вот эту комнату я перебрал просто тысячи вариантов как сделать лучше но последний момент решил что классно будет сделать именно стол стеллаж ну короче так как вы видите потому что при помощи вот такого расклада и считаю что очень классный образуется фон для стримов то есть здесь первой стеллажик здесь красивенько то есть короче за стримом наблюдать намного интереснее нежели так потому что изначально стеллаж игровой состоял здесь и я подумал что для того чтобы вы и стримы смотрели как-то более привлекательнее что ли не знаю короче задний фон был красивый я поставил игровой стеллаж и поэтому в этой стране тупо ничего нет да за шторкой конечно вы можете увидеть некое преобразование такое и здесь у меня по сути стойка для жима я люблю спорт хоть день и не тренил где-то полгода но она мне нужно нужно нюнчаки самые длинные и вот там расположился гриф ну считаю что почти незаметно вот здесь у меня образовался херовый кабель менеджмент я просто не знаю как сделать лучше потому что интернет кабель он крайне огромный куда это все поместить я просто не знаю вот короче кабель менеджмента у меня не очень это мое игровое место в принципе здесь ничего не изменилось кроме того как карта захвата с тумбы где стоял 4 котелек переехала на стол ну для того потому что тумбы у меня просто нету xbox кстати стоит у меня на прежнем месте подключен здесь жесткий диск интернет кабель от роутера и в принципе ну в розетку включен принципе ничего здесь такого нет кстати стоит он в таком месте чтобы у него вентиляции было как можно больше потому что изначально он стоял на игровом стеллаже но после того как и убрал поместил на старое место потому что просто так удобнее также знаете я хотел бы поставить в этот угол что-то но я пока не знаю что иногда я закатываю сюда вот игровое кресло вот так вот но я думаю что поставить либо какой-то стеллажик либо что-то чтобы это выглядело как то гармонично потому что когда здесь стоял игровой стеллаж мне это прям как нравилось но когда его переставил мне кажется что здесь пустовато короче напишите по этому поводу в комментариях раньше кстати компьютер у меня стоял под столом потому что у меня просто не было места это дико мешало потому что тогда когда я стримил я ноги просто делал вправо Здесь у меня, в принципе, место позволяет, и я решил его сдвинуть налево. Это намного удобнее, потому что здесь можно сидеть, ну, просто, просто как царь, реально. Потому что место, несмотря на то, что комната небольшая, по-моему, где-то 12 квадратных метров, все довольно-таки удобное. Вы, наверное, еще могли заметить у меня на столе вот такой вот пульт. Это очень прикольная штука, и относится она, как вы догадались, к лампе. Дело в том, что вы тоже заметили, наверное, то, что я не делал никакую здесь RGB-шку, но хочу. Но хочу, пока я просто не знаю, как это реализовать. Короче, супер-мега-пульт, что он имеет? Опачи! Прикольно, да? Короче, вот эту лампу я купил, по-моему, за 3000, что ли. Там можно кофе ее найти, еще где-то. Короче, лампа просто офигенная, потому что она классно светит, удобный пульт, и, в принципе, что еще нужно? Короче, у нее здесь есть такие вот разные цвета. Там зеленый, красный, синий, желтый, этот, как его, вот такой вот, этот желтый-синий, розовый такой. У-ля-ля! Вот, и, ну, достаточно классно светит, и, короче, вот эту штуку я вам очень рекомендую, потому что... Потому что тут, в принципе, не надо комментариев. Вот эта вот зона, которая позади, это самая моя любимая зона, потому что это зона на столь же. Дело в том, что здесь стоит два пуфика, очень старый телек, Xbox One и Xbox 360. Я эту зону сделал специально большой для того, чтобы там помещалось как минимум два человека. Сюда и сюда. Кстати, здесь еще так вот много мест для того, чтобы поиграть в кинек. В этой зоне я буду чисто ностальгировать, а также приглашать друзей, знакомых, может быть, кому-нибудь из ютуберов приглашу и с ними что-то интересное. Короче, от этой зоны я кайфую. Единственное, я очень хотел бы либо сюда, либо сюда, может быть, вообще по всей семье, сюда, 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 повесить картины, которые бы просто как-то эту зону немножко дополняли. Может быть, какие-то старые плакаты из Gears World 1, от Xbox 360, ну, короче, и так далее. Короче, зацените зону. Кстати, этому телеку, наверное, лет где-то 11, он у меня со времен Хабаровска. Да, я на нем играл в Xbox 360, играл в Xbox One и даже, по-моему, немного играл в Xbox Series. Да, вот такое бывает. Еще одно прикольное нововведение конкретно этой комнаты, это ковролин. Я очень давно мечтал о ковролине, я прекрасно понимаю, что он очень сильно царяется, здесь видно всякие крошки и так далее, но вы просто не представляете, какой кайф зайти в комнату, где ковролин. Он всегда мягко, всегда тепло и, ну, что еще нужно? Вот единственный, кстати, трабл сейчас покажу. Если вдруг у вас есть игровое кресло или, ну, что-то на ножках, то когда вы будете кататься или сидеть, у вас будут оставаться вот такие вот штуки. Они, к сожалению, практически не восстанавливаются, поэтому со временем я думаю, что он станет хуже и хуже, хуже и хуже и так далее. Но это кайфовая тема. Вот так вот, в принципе, рум-тур моей новой комнаты. Если вдруг хотите рум-тур полной квартиры, то обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на канал, но также пишите об этом в комментариях. Кстати, я очень надеюсь, что в этой новой комнате будет очень много классных, прикольных историй вместе с вами. Поэтому не забывайте ходить на стримы, щелкать видосы, именно ставить лайки на них. И, в принципе, на этом у меня все. Пока-пока, давайте выходить из комнаты, потому что мне надо работать, спать. Здесь уже 10 часов и так далее. Пока, парни!